Продолжение следует... Модуль был посвящен обсуждению закона сохранения импульса для одной материальной точки, для систем материальных точек, которые мы формулировали на основе теорем о скоростях изменения этих импульсов. Вообще, пора бы переходить к разговору про энергию механических систем и про закон сохранения энергии. Но все-таки мне хочется сейчас немножечко поговорить об одной замечательной точке, характеризующей систему в целом. Эта точка носит название центромасс. И об этом стоит немного поговорить. Итак, мы начинаем. Тинь дельта функции в небо протянута, нерв идеальный струной натянутый, мысль уколола подобием вектора. Завтра экзамен, деваться нам некуда, завтра экзамен, теперь нам не спрятаться. Числа статы уравнения матрицы нас отчисляют, но мы возвращаемся и вновь на науки в атаку бросаемся. Давай за вас учись, брат, до конца, давай за тех, кто верил в результат, давай за тех, кто это создавал, давай за всех, на ком без факт стоял. Так, пока звонок собирался прозвенеть, я стер все то, о чем мы говорили, но надеюсь, что я стер это с доски, но не из вашей памяти, оставив только картинку системы материальных точек. Понятно, что если точек много, то задать положение системы, перечисляя положение всех точек, достаточно трудно. Ну, в любом случае, надо задать начало отсчета x, y, z и относительно начальной точки, выбранной на теле отсчета, задать радиус вектора всех материальных точек. Вот, скажем, для житой материальной точки, ее радиус вектора будет вот этот. Это будет радиус вектор r, j, t, а сама материальная точка с массой m, j, t и будет лететь со скоростью v, j, t. Ну, конечно, если мы перечислим положение всех, радиус векторов всех материальных точек, перечислим все скорости всех материальных точек и перечислим все массы всех материальных точек, В общем-то, мы полностью зададим систему. Ну, можно вместо скорости еще, конечно, перечислить не скорости, а импульсы. Если мы знаем массы, то из одного другое получить не трудно. Ну, а представляете, сколько надо чисел, чтобы задать все? Если материальных точек много, миллион, миллион чисел здесь, три миллиона здесь и три миллиона здесь. Ну, там три координаты у вектора. Работы очень много. Вот возникает вопрос. А нельзя ли как-то характеризовать систему материальных точек как нечто единое целое? Если мы смотрим на нее издалека, она маленькая. Возникает вопрос. А где находится эта система? Так вот, договорились систему материальных точек как целое и ее положение характеризовать некоторым вектором, который указывает в некоторую точку под названием центр масс. Ну, кривовато у меня вектор нарисовался. Но вы меня простите. Радиус вектор центра масс обозначается буквой R большое. И он указывает на некоторую точку где-то среди других элементов системы. Причем на эту точку может ни одна из точек вообще не попасть. И вот радиус вектор центра масс по определению, это определение, вычисляется следующим образом. Нужно массу каждой материальной точки умножить на ее радиус вектор и все это просуммировать по всем материальным точкам и поделить на сумму масс всех материальных точек. Но когда-то мы говорили, что масса аддитивна, и масса системы равна сумме масс, составляющих ее элементов. Поэтому сумму масс всех материальных точек мы будем обозначать буквой M большой и называть массой системы. Поэтому радиус вектор центра масс считается как отнесенная к массе системы сумма по всем материальным точкам произведения их масс на их радиус вектор. При этом выполняется одно интересное свойство. Если кому-то придет в голову выбрать начало отсчета не здесь, а, скажем, вот здесь, то понятно, что все радиус векторы материальных точек изменятся. Изменится радиус вектор центра масс. Но он будет указывать в ту же самую точку тела. Положение центра масс в теле инвариантно, как говорят, относительно выбора начала отсчета. Чтобы продвинуться дальше, давайте сосчитаем с вами скорость движения центра масс. Естественно, эту скорость будем обозначать V большую и определим эту скорость как скорость изменения радиуса вектора центра масс. Но по аналогии с тем, как мы определяли скорость материальной точки. Только там это была скорость реального тела, а это скорость перемещения некоторой выдуманной точки, которая вот так расположилась. Ну, естественно, нам надо сосчитать скорость от такой изменения, вот такой величины. Единица на m на сумму по всем материальным точкам масса каждой точки на ее радиус вектора. Теперь я буду пользоваться массой математических теорем, часть из которых я уже наказывал, а часть я предоставлю вам доказать самостоятельно по аналогии с тем, как я доказывал другие теоремы о дифференцировании. Во-первых, смотрите, масса системы, если из нее материальные точки никуда не убегают, постоянно. И поэтому постоянный множитель, единица на m, можно вынести из-под знака дифференцирования. Это все знают, этим все пользуются, но раз в жизни это надо иметь, уметь доказывать. Умейте это, пожалуйста, доказывать. Тогда у нас здесь получится единица на m на скорость изменения вот такой суммы слагаемых по всем жи произведения массы каждой материальной точки на ее радиус вектора. Но мы с вами уже говорили, что скорость изменения суммы равна сумминской расти изменения. Поэтому это будет равняться единица на m на сумму по жи скорости изменения произведения массы каждой материальной точки на ее радиус век. Но масса каждой материальной точки мы будем считать, что не меняется во время. И тогда мы можем производную применить уже к ржитое. И будет единица на m на сумму по всем точкам. Масса каждой материальной точки, а здесь будет скорость изменения ее радиус вектора. Но, друзья мои, это же не что иное, как скорость материальной точки. Итого мы получаем единица на m на сумму по всем точкам произведения их массы на скорость каждой материальной точки. Но теперь мы с вами помним, что произведение массы каждой материальной точки на ее скорость – это импульс. И тогда мы получаем единица на m на сумму импульсов всех материальных точек. Но сумму импульсов всех материальных точек мы называли полным импульсом системы. И тогда мы получаем замечательную теорему. Оказывается, скорость движения центра масс равна отношению импульса всей системы к массе всей системы. Или, можно написать и так, импульс всей системы равен произведению массы всей системы на скорость центра масс. Посмотрите, насколько это похоже на определение импульса одной материальной точки. Там была масса каждой материальной точки на ее скорость. Но, друзья мои, вот это утверждение, которое мы вводили на прошлом фрагменте, вводилось по определению. Это было определение. А вот это, это теорема, которая была выведена, исходя из нашего определения импульса материальной точки, исходя из нашего определения центра масс. Это не определение, это теорема. А вот теперь можно сделать еще одно важное действие. Давайте посчитаем, чему будет равна скорость изменения импульса систем материальных точек. С одной стороны, мы с вами уже знаем, чему это равняется. По теореме о скорости изменения импульса это сумма по всем точкам всех внешних сил, действующих на систему. Но, с другой стороны, это есть скорость изменения произведения массы системы на скорость центра масс. Мы договорились считать, что масса системы постоянно, у нас точки не высыпаются из системы, тогда массу можно вынести из-под знака производства. А здесь получается скорость изменения скорости центра массы. Совершенно логично эту величину назвать ускорением центра масс и написать, что это есть m на a. У нас получилось что-то жутко похожее на второй закон Дьютона. Для материальной точки произведение массы материальной точки на ее ускорение равнялось сумме сил действующих на эту материальную точку. Это был закон природы. Мы не пытались ответить на вопрос, почему это так. Мы говорили, опыт показывает, что ускорение тела пропорционально силе. Когда мы формулировали второй закон Дьютона, я даже не пытался ответить на вопрос, почему это так. Но потом уж мы ввели, конечно, коэффициент пропорциональности, который назвали массой, и от знака пропорциональности пришли к равенству. А вот это, друзья, соотношение, что произведение массы системы на ускорение ее центра масс равна сумме внешних сил, действующих на элементы системы, это не закон природы. Это всего лишь теорема, которую мы доказали, используя второй закон Дьютона в школьной формулировке, и еще много, много, много чего, много промежуточных определений, математических действий, теорем, но математических, а не физических. Это не закон природы. Это чисто математически выводится из второго закона Ньютона для точечных тел, для ускорения точечных тел, который является законом природы. А это просто математическая теорема. Ну, скажем так, физическая теорема. Ну отсюда есть два следствия. Во-первых, если внешние силы на систему не действуют, если эта сумма равна нулю, то ускорение центра масс равно нулю. А это означает, что если мы изначально рассматривали систему в инерциальной системе отсчета, ну иначе мы не могли пользоваться вторым законом Ньютона, мы с самого начала пользовались инерциальными системами. Но если оказывается, что в инерциальной системе отсчета центр масс движется без ускорения, значит, если мы свяжем еще одну систему отсчета с центром масс, мы получим вновь инерциальную систему отсчета. Полезное сведение. Если система изолирована и на нее не действуют внешние силы, вы можете смело связывать систему отсчета с центром масс. И ваша система отсчета окажется инерциальной. И второе интересное следствие. Если мы перепишем нашу теорему в форме, похожей на уравнение движений, а именно вторая производная от радиус-вектора центра масс, то есть ускорение центра масс, это есть единица на массу, на сумму внешних сил, действующих на систему. И зададим начальное условие, что при Т равном нулю центр масс находился в точке R с нуликом. и система при Т равном нулю двигалась так, что скорость центра масс равнялась в S с нуликом, то у нас получилось дифференциальное уравнение второго порядка с двумя начальными условиями. Мы уже знаем, что есть теорема единственности, гласящая о том, что такая задача имеет единственное решение. А теперь смотрите. Давайте уберем всю систему, а в центр масс поместим только одну материальную точку. с массой, равной массе системы. Тогда для этой... И к этой материальной точке приложим все внешние силы, которые раньше были приложены ко всем точкам системы. Тогда для этой материальной точки можно записать второй закон Ньютона. И вторая производная от радиуса-вектора этой материальной точки с суммарной массой будет равна отношению всех внешних сил, которые мы искусственно к ней приложили, к массе этой материальной точки, которую мы сделали равной массе системы. Если теперь эту материальную точку в момент времени, поместить в то же место R с ноликом, где был центр масс системы, пока мы ее не подменили точкой, и сообщить при T равном нулю этой материальной точке начальную скорость центра масс, то у нас тоже получилось уравнение движения, представляющее собой дифференциальное уравнение второго порядка с двумя начальными условиями. И у этого решения, у этого уравнения есть только одно решение потеряне единственности. Но смотрите, уравнения одинаковые, и у них есть одинаковые решения. Это значит, что эти решения совпадают. Отсюда результат. Центр масс системы материальных точек всегда будет двигаться так, как двигалась бы настоящая материальная точка с массой равной массе системы в начальный момент времени, помещенная в точку нахождения центра масс и имеющая скорость в начальный момент времени равную скорости центра масс, при условии, что на эту материальную точку действуют все те внешние силы, которые в системе действовали на всю систему, то есть на разные материальные точки. Здесь все эти силы надо приложить к этой материальной точке. Вот такая замечательная теорема. А для того, чтобы эту теорему как-то почувствовать, попробуйте понять, как из неё следует один интересный факт. Если вы вдруг решили сами или вам кто-то поможет выпрыгнуть из окна высотного здания, ваше тело будет лететь по сложной траектории, вы будете махать руками и ногами. И в результате и те, и другие, если это высотное здание, будут рисовать сложную петлястую траекторию. Но в вашем теле будет одна точка под названием центр масс, которая полетит точно по параболе. Конечно, если нет воздуха. Почему это так? Попробуйте теперь доказать самостоятельно. Только одно замечание. Не надо думать, что центр масс человеческого тела точно связан с какой-то конкретной точкой этого тела. Дело в том, что когда я сейчас, у меня где-то центр масс находится, где-то внутри меня, я надеюсь. Но если я сейчас приподниму руку с фломастером, мой центр масс сместился. Поэтому центр масс, пока тела у нас гибкие и могут менять свою форму, центр масс не очень жестко связан с телом, для которого этот центр масс является его центром масс. Осознавайте это и будьте счастливы, господа! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok